Здарова ребятки, с вами я Стивпро, и сегодня я покажу вам ады на динозавров для Майнкрафта 1.2. Данный ады довольно большой, и специально для него была даже разработана карта, которая повторяет действия парка юрского периода. Я думаю, среди вас есть люди, которые смотрели хотя бы одну часть этого фильма, а фильм очень классный. Ну что ж ребятки, Данный ады добавляет как динозавров, так и вещи, которые мы с вами сегодня обязательно рассмотрим. Ну начнем мы конечно с динозавров, но начнем мы не с динозавров, а начнем с морского обитателя, который очень сильно похож на кальмара. Собственно говоря, у него есть панцирь, очень длинный панцирь, и есть вот такое туши, которое точно напоминает кальмара. А также ребятки, на конце у него есть какая-то пипеточка, которая мне непонятна. Да и сам моб мне непонятен, потому что это доисторический моб, он очень древний, и ребятки, вот такой очень классный. Он не страшный, но он классный, и он не будет атаковать нас игроков и мобов, ребятки, а это самое главное. Ну а теперь мы переходим к динозаврам. Это самый большой динозавр, которого я еще встречал, ребятки. Вы посмотрите на его размеры, вы посмотрите на меня, а теперь посмотрите на динозавра. Вы понимаете, насколько он большой? Я думаю, что нет, но он реально очень большой. Ну, ребятки... И, кстати, данный динозавр не будет атаковать игроков и не будет атаковать других мобов. По-моему, он питается листьями с высоких деревьев, но, к сожалению, в Майнкрафте не бывает высоких деревьев. Чтобы эти деревья подошли этому мобу, нужно построить дерево из трех этажей, и именно тогда он сможет их кушать. Но в Майнкрафте пока что, видя Адана, это ничего не реализовано. Ну, переходим к следующему динозавру. Это у нас уже летающий динозавр, который как бы безопасен и как бы опасен, ребятки. Как-то так могу я сказать про него, поскольку в один прекрасный момент он может просто подлететь и убить вас. Но иногда он может не трогать вас. Он довольно непонятный динозавр, лично для меня. Также у него есть три вида роста. Маленький, средний и большой, ребятки. Сейчас заспавнились большие, есть еще и маленькие динозаврики. Ну ладно, переходим к следующему. Это вот самый опасный вид динозавров, поскольку они очень коварные. Они делают такой вид на морде непонятливый, а после начинают атаковать жертву. Они атакуют как игрока, так и других мобов. Это реально очень опасный вид динозавра. Будьте с ним осторожны. Сейчас, ребятки, они могут атаковать вот этого динозавра. Смотрите, он еще пока его не увидел. Но как они только увидят вот этого динозавра, так ему придет крышка. Посмотрите, ребятки. Пока что они еще не видят его. Так, смотрят его в сторону, смотрят. Все, ребятки, все, 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 он погиб. Он погиб, ребятки. Жалко мне, но я ничего сделать не могу. Следующий динозавр, это вот такой динозавр. Они также будут атаковать и его. Хотя на себе он носит вот такую броню. Сам атаковать он никого не будет, если не будут атаковать его. Ну, сейчас, ребятки, посмотрим, будет ли они атаковать его. По-моему, мы должны атаковать. Так, пока что все еще смотрят. Так, ребятки, большого динозавра уже убили. Все-все-все, ребятки, пошла жара. Ну, он справится на изи, это я уже видел, собственно говоря. Это очень сильный динозавр, и против такого маленького он справится на изи. Все. И, кстати, после своей смерти они дропают вот такое мясо. Это вот мясо, это срайбар, свинина. И, собственно говоря, она устанавливает довольно большое количество сердечек. Также, ребятки, данные ады добавляют непонятную для меня, так сказать, вещь. Которая напоминает то ли фекалии, то ли какое-то вещество, которое, так сказать, выпрыскивают вот эти динозавры. Ну, в общем говоря, она наносит довольно серьезный урон. И дает какой-то эффект мобам. Скорее всего, не положительный эффект. Но, собственно говоря, дает какой-то эффект. Который я пока что не знаю. Ну, и, ребятки, также данные ады добавляют настоящий автомобиль марки Мерседес. Ну, что ж, это вот такой автомобиль. И выглядит все очень красиво. Мы можем в него спокойно залезть и спокойно покататься. Для этого нам не понадобится активировать какой-то ключ, вставлять ключ. Не понадобится заправлять данную машину. Мы сможем просто спокойно на ней ездить. И это очень удобно и очень классно. Я думаю, что вам стоит установить данный адам в качестве дополнения к выживанию. Но ваше выживание станет намного-намного сложнее, чем было до этого. Но, ребятки, на каждом пути будут спавниться вот эти машинки. И вы сможете спокойно покататься, уехать куда-то далеко от этих динозавров. А это самое-самое главное в данном адане. Поскольку динозавры будут преследовать вас каждую минуту. Ну, что ж, ссылочку на данный ад я оставлю в описании. Поэтому, если что, переходите и скачивайте. Ну, а на этом все. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok